Всем хай, с вами Мроник. И мне кажется, мы стали забывать, как должен выглядеть настоящий злодей Бэтмена. Но, к несчастью, рассказ сегодня пойдет не про Зебрумена, потому что, если кто-то уже забыл, а забыть было можно, потому что времени прошло достаточно, я тут затираю про Хьюго Стрэнджа, причем достаточно долго, неуспешно и нудно. И если кто забыл, надо бы напомнить концовку предыдущего видео. У Стрэнджа есть змеи, которые кусают Бэтмена при приближении. Стрэндж умеет менять лица Кихимилион. У Стрэнджа есть люди-монстры. Стрэндж создал кучу злых голографических проекций, а также армию андроидов, идентично копирующих людей. И самое главное, он знает, что Бэтмен это Брюс Уэйн. Я думаю, этого описания достаточно для того, чтобы вы были хотя бы в курсе того, кто такой Стрэндж. Но на всякий случай предупрежу, вам все равно не в силах выехать в данную ситуацию, а потому лучше бы вам посмотреть предыдущие части, если вы этого еще не сделали. А теперь к хорошему. Мне теперь не надо Аки Сайгак прыгать по разным сериям Бэтмена для того, чтобы понять, что там вообще произошло. По одной простой причине. Итак, 10-й аннуал Бэтмена, вышедший в августе 1986 года. По сути, последнее появление докризисного Стрэнджа. И знаете, вот зря на обложке спойлернули то, что это будет история про Хьюго Стрэнджа. Я думаю, вы поймете почему. И начинается история чтения этого комикса с моей простой реакции. Ну как так можно, животные? Вернее, животное, это обращение к Хьюго Стрэнджу. Кот-то чем провинился? Короче, какой-то чел кому-то не хочет продавать какой-то пакет акций. И его запугивают. Вешай, сука, его кота! Ну ладно, если откинуть эту претензию, то становится понятно, что история будет достаточно непростой, заковыристой и жесткой. И знаете, наверное, поэтому я и начал импонировать DC со временем. Да, истории маразматичные и бредовые, но, блин, они все же умеют их расписывать мрачно, безысходно и... Это прикольно. Второго же стокхолдера прессуют по классике. Треть, в принципе, хочет продать, но чё-то нет на самом деле. И тут... Потом через Вики Вэллом поясняют, что всё это время захватывали-то компанию Брюса Уэйна. Короче, Люшис начинает корить себя за то, что не смог, типа, защитить Вэйн Фондейшн. И, в принципе, краткая суть диалога примерно такая. Ну или что-то в таком духе. В любом случае, всё подходит к тому, что захват нелегален, грязен, бла-бла-бла, нечистная руку. Но мы ничего не можем с этим поделать. Бэтмен и Робин начинают проводить расследование по поводу людей, которые продли акции. И они все чисты, на удивление. Но мне бы ж понравился подъёб от Робина в этой сцене. Ну чё, каково это иметь эльтер-эго, которая только что обанкротилась? Это вдвойне забавно, потому что этот Робин ещё является Джейсоном Тоддом. То есть меня уже готовят к тому, что он будет мудаком в будущем. И это одна из тех мелочей, которая может сделать будущие истории действительно неплохими. Но так как они ничего не накопали, они двигают обратно в Бэтпещеру. И тут нам показывают особняк Уэйна, и оказывается, что у Альфреда небольшие проблемы с сердечком. Он, короче, видит, что кто-то сидит в кресле. И такой, не хотите ли яблочного сока? И вот по голосу Альфред понимает, что в кресле сидит Тонебрюс. Подходит к креслу и такой, но ты же мёртв. И падает от приступа. И знаете что? Вот в этом и была моя претензия. Зачем они спойлернули Стрэнджа, если они так подводят, намекая, что есть некто, но не показывают его. Типа, блять, его лицо на обложке. Но мою интуицию всё равно не обмануть, и я знаю, что злодеем является пугало. И вот Бэтмена Робин приезжает в пещеру, Бэтмена, естественно, грузит сложившуюся ситуацию. Короче, как вы понимаете, Робин запалил, что Альфреду каюк. А где-то в другом месте некто в костюме Бэтмена ограбил ювелирный и ливнул с места преступления. И, естественно, Альфред не может прийти в себя, чтобы сказать, кем же был этот таинственный незнакомец. И вот Бэтмена Робин едут на машине и слышат по радио, что кто-то на Бэтмобиле уехал от места преступления. И, естественно, таинственный злодей в костюме Бэтмента не может мудово не смеяться. Но и это ещё не всё. Некто полностью разоряет Брюса Уэйна, увольняет Люшиуса Фокса и получает всё его движимое и недвижимое имущество и все его финансы. И да, в связи со всеми этими событиями Брюс больше не может быть опекуном Джейсона Тодда. Но всё не полностью грустно, потому что на кармане у Брюса остаётся хотя бы 37 баксов. Так сказать, у нас кое-как он бы смог 3 месяца на это жить. Миг! И все эти события ведут нас, наверное, к одной из самых охереннейших сцен поражения Бэтмена. И поверьте, прочитать это без смеха это прям квест на миллион. Короче, он идёт в магазин, а потом идёт на свалку для того, чтобы взять матрас. И это реально очень сложно озвучить без смеха, потому что... Представьте, Бэтмен тащит за спиной кулек и матрас со свалки. Возможно, на этом матрасе занимались любовью бомжи, возможно, его обоссали собаки, возможно, собаки восприняли его как объект сексуального вожделения. И Бэтмен тащит его за своей спиной, находясь при этом в своём костюме. А потом Бэтмен начинает готовить на комфорке консервы. На том же матрасе, на котором кто-то мог отдать богу душу от передозировки, попутно испорожнившись в процессе. А злой Бэтмен и не думает останавливаться. Он грабит музей, и как мы понимаем, это третье преступление за ночь. А Брюс тем временем начинает искать выход из сложившейся ситуации и составляет список людей, которые владели контрольным пакетом акций. До булока, кстати, достаточно быстро доходит, что Бэтмен-то не является преступником в данной истории, потому что кто-то оставил перчатки на место преступления. Я бы даже сказал Бэт-перчатки. И Бэтмен бы явно такой хуйнёй не занимался. А Бэтмен тем временем начинает навещать людей, которые владели контрольным пакетом акций. И да, никто из них не хочет давать показания, потому что все запуганы. И Бэтмену снова придётся разбираться самому. И он всё ещё не знает, кто является злодеем. Короче, все идут навещать Альфреда в больнице, и тут булок выдаёт Брюсу. Кто-то опять пытается подставить Бэтмена. Ты чё, радио не слушаешь? Встречаются, значит, ночью Бэтмен и Гордон на крыше участка, и комиссар ему говорит, ну тебя, очевидно, пытаются подставить. А потом урываются журналисты и такие, это Бэтмен, комиссар, а вы не хотите его и вставать, как бы, физически? Ну и пока спрашивают с комиссара, Бэтмен уже левает с крыши. И так до Бэтмена, наконец, начинает доходить, что не просто так пытаются подставить одновременно Бэтмена и уничтожить Брюса Вейна. И ему нужно позвонить Люциуса, что приводит к следующей забавной сцене. И вот Бэтмен подходит к телефонному автомату, ведь дойти, долететь на крыльке кошки, прыгнуть на крышу поезда, это слишком энергозатратно, а лучше просто подойти к телефонному автомату, встретить бывшего интеллигентного человека, который спросит у него мелочь, и сказать, забавно, я у тебя хотел попросить того же. И тут до Бэтмена доходит, где же можно найти мелочь? Он полез в канализацию и, о чудо, кто-то уронил две монетки туда, одну он дал бичу, а другой использовал в телефоне автомате. Согласитесь, с каждой секундой история становится все интереснее и интереснее. И вот он звякает Люциусу и узнает, что человек, который купил все акции, также купил особняк Уэйнов и зовут его Стивен Стрэйндж Вейс. Потом Бэтмен подходит к челу, которого запугал некий Стивен Стрэйндж Вейс и говорит, типа, ты дашь показания, если я смогу его арестовать? Он говорит, да, но на основании чего ты его арестуешь? И Бэтмен говорит, на основании покушения на убийство. Покушение на убийство кого? И Бэтмен такой, на меня. И вот Бэтмен приходит к Джейсон Тодду и говорит, нам пора идти драться с Хьюго Стрэнджем. Да-да, Бэтмен наконец-то выкупил, что это был Хьюго Стрэндж. И Джейсон спрашивает его, так Хьюго Стрэндж не погиб, когда вы там с ним вместе с Диком Грейсом дрались. Бэтмен говорит, походу нет, они подходят к секретному входу в Бэт-пещеру, и тут, как вы понимаете, здесь должна быть шутка про Андрюховну Струб, возможно, криминал по коням. И я использовал ее в самом начале ролика, но проблема в том, что здесь было достаточно сюжетных поворотов, когда я мог ее использовать. И напишите в комментариях, как вы думаете, где я хотел ее использовать, и где бы вы ее использовали. И Бэтмен такой, это он, носит один из моих запасных костюмов. Но у меня другой вопрос. Бэтмен, а тебя не смущает, что по сути... Хьюго! Итак, Хьюго по сути далеко не уезжает. Но это был не Хьюго, это был один из его мэндроидов. Тем не менее, динамическое дуо таки заходит в Бэт-пещеру. Да, немного шумно. Немного шумно, но отчаянные там времена, отчаянные меры. И вот они заходят в особняк Вэйна, и тут на них нападает... Вот этот вот двор, вот это вот... Окей, окей, я считаю, что эта борода выглядит нелепо, окей? И я действительно не знаю, почему некоторые люди на русском ютубе, такие как Логуинов и Бэткомедиан, пытаются носить нечто похожее, потому что это нелепо. Я ничего не имею против бороды в принципе. Я имею в виду против... Такой дебильный, амишеподобный... А, ладно, хрен с ним. Но на самом деле у меня просто бомбит, потому что я не могу нарастить такой же шедевр на своем лице. Да, это тоже оказывается Мэндроид. Почему-то бородатый Мэндроид. Хрен с ним. И вот спускаются наши герои в пещеру, и оказывается, что в тот раз в том фейковом особняке Вэйнов был типа Мэндроид. Я хочу кое-что напомнить. Хьюго создал робота настолько похожего на человека, который без очков не видел, как Бэтмен и Робин убегают из его особняка. И на сей раз он почему-то сам засел в Бэтпещере. Потому что... Потому. И вот, в Хьюго швыряются мешком с говном, но у Хьюго есть план. Он заминировал абсолютно все. Но это задалывает даже Хьюго, и он дает по тапкам на Бэтмобиле 60-х? Бэтмена душит робот, но робота быстро ликвидируется тем же мешком с говном. И вот идет величайшая погоня. Бэтмен настигает Хьюго на Бэткоптере. И как же это все закончится? Хьюго врезается в стену, и почему-то после этого все становится нормой, возвращается в статус-кво. Не, серьезно, буквально за две страницы все возвращается в норму. И вот эпилог этой истории в том, что да, это действительно настоящий Хьюго Стрэндж, провели типа анализы, и это он. И типа Буллок говорит Стрэнджу, что Стрэнджа загипнотизировал Бэтмен, чтобы тот думал, что он это Брюс Вэйн. Иииииии... проканывает, блядь. Если Бэтмен хочет, чтобы я верил, что он Брюс Вэйн, тогда он точно не может быть Брюсом Вэйном, если только это не двойное дно, или... или что? Я просто хочу напомнить, как истории про Хьюго Стрэнджа заканчивались до этого. Я просто к тому, что ему даже не прописали достойного финала. Блин, это чувак, который знает тайну Брюса Вэйна, который создает кучу всякой имбы, и он сливается тем, что... Думают, что его обманули. Это было неприятно. Чтобы не забыть, для разрядки обстановки в конце показывают шутку, где типа Альфреду показывают разрушенный особняк Вэйнов. Так вот, возвращаемся к Стрэнджу. И да, прежде чем возвращаться к Стрэнджу, надеюсь, если ролик вам понравился, вы подпишитесь на канал, поставите лайк, напишите какой-нибудь комментарий, жмекните на колокольчик, ну вы поняли. Ну что ж, Стрэндж. Проблема в том, что задумка-то в этой истории просто охеренная. И я серьезно, и я без шуток. Она реально хороша. То есть, Бэтмена овнят, как Брюса Вэйна в первую очередь. Человек, который знает его тайну. И такой слив в конце. Почему? Я не понимаю. То есть, поначалу это даже читалось очень интересно, а потом как будто авторам сказали, так, все, у тебя 20 минут, ну, короче, прекращай писать свою хуйню, и давай уже выкидывай готовый сюжет. И это обидно, потому что злодей, у которого был более-менее потенциал, заканчивает как-то так. И мне приятно, что спустя каких-то 4 года была написана следующая арка, которая считается не просто лучшей историей про Хьюго Стрэнджа, она считается лучшей историей про Бэтмена. Одной из, по крайней мере. И самое главное, Хьюго Стрэндж здесь написан адекватно от того же автора, Дага Монча. То есть, Даг Монча, если мотнете назад, увидите, что он написал и 10-й аннуал Бэтмена. И это еще забавней. Я просто не верю, что за 4 года человек пересмотрел все свои идеалы и стандарты и написал что-то годное. Поэтому у меня есть подозрение, что ему как минимум просто не хватило времени для того, чтобы написать что-то нормальное, а как максимум ему приходилось встраиваться в тот канон, который выстроили до кризисной DC. В любом случае, с Преем у него все получилось. И тем глупее идет следующая ситуация. Спустя 16 лет DC мастерски натягивает сову на глобус и пишет приквел к Прею. Приквел нахуй к Прею. Впрочем, это уже совсем другая история. Прею.